Итак, все внимание сейчас приковано к происходящему в Астане. Там стартовали переговоры, от исхода которых зависит судьба перемирия в Сирии. Огромным достижением можно считать уже одно то, что удалось усадить за общий стол и вооруженную оппозицию и представителей властей. Все происходит за закрытыми дверями, как и предварительные консультации накануне. Но кое-что журналистам увидеть все же удалось. Подробности узнаем у Натальи Юрьевой, которая находится в столице Казахстана. Наталья, так как начались переговоры? Интрига сохранялась до последнего. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса задержались на час. Из-за того, что представители сирийской оппозиции никак не приезжали в отель Риксос, они проводили последние консультации в узком кругу в своем отеле. Что обсуждали неизвестно, но это был достаточно тревожный момент. Все уже собрались в зале заседания отеля Риксос, а стулья, предназначенные для сирийской оппозиции, оставались пустыми. Но в итоге историческое событие все-таки состоялось. Заходя в зал, Усама Абу Зайт, юридический советник сирийской свободной армии, показал знак виктори, то есть победа. Впервые за все время сирийского кризиса за один стол переговоров сели представители официального Дамаска и оппозиции. Напомню, на переговорах в Женеве, которые не увенчались успехом, участники конфликта общались не напрямую, а с помощью посредника. Очень важный момент. Рассадка. Накануне во время предварительных консультаций представители стран-гарантов перемирия и инициаторов астанинских переговоров России, Турции и Ирана очень долго, как нам сообщил источник, близкий к переговорам, обсуждали именно вопрос рассадки. Кто с кем рядом будет сидеть за круглым столом переговоров. В результате российская делегация во главе со спецпредставителем президента по Сирии Александром Лаврентьевым сидит по центру. Слева от нее принимающая сторона, далее представители Ирана, рядом с ними делегация от правительства Сирии. Напротив них оппозиция с делегацией из Турции по правую руку. Между оппозицией и официальным Дамаском спецпредставитель ООН по Сирии Стафан Демистура и посол Америки в Казахстане Джордж Кролл в качестве наблюдателя. Следует отметить, группировки, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, то есть не просто политическая оппозиция, а военная, присутствуют на переговорах по урегулированию сирийского кризиса впервые. Всего около 15 группировок, в том числе бригада Султан Мурад, Файлак Аль Шам, Джейш Аль Ислам. Первым взял слово министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдоррахманов. Мы готовы предоставить любую поддержку и помощь участникам переговоров, организациям объединенных наций, а также представителям сирийского правительства и вооруженной оппозиции. Мы ценим и благодарим их за те усилия, которые они приложили на пути к этим переговорам. Сейчас от каждого из нас зависит, закончатся ли эти переговоры настоящим прорывом, который сирийский народ без сомнения заслужил. Далее встреча продолжилась за закрытыми дверями без телекамер. Об ожиданиях сирийской оппозиции от этих переговоров в эксклюзивном интервью нашему каналу рассказал представители делегации. Я считаю, что весь мир должен прийти на помощь Сирии. Если Россия преуспеет на этих переговорах, если удастся заручиться поддержкой мирового сообщества в выработке резолюции и других документов, то у Сирии может появиться шанс вернуться к мирной жизни. Одна из главных целей переговоров – укрепить режим перемирия и заложить фундамент для возобновления политического диалога о будущем устройстве Сирии. Подготовка встречи вчера длилась до позднего вечера за закрытыми дверями. Но у нас есть эксклюзивные кадры. Представители России, Турции и Ирана заседали около шести часов. Мероприятие непростое. Сами понимаете, сирийский кризис уже длится более шести лет. Поэтому простых решений этой застаренной проблеме мы, конечно, не ищем. Но, тем не менее, прилагаем все усилия для того, чтобы попытаться сблизить позиции участников сирийского конфликта, позиции сирийского правительства и вооруженных оппозиционных группировок. Изначально планировалось, что переговоры в широком формате будут идти около часа. Но он уже прошел, а новостей никаких до сих пор нет. Далее представители сирийской оппозиции и официального Дамаска должны остаться наедине друг с другом, пообщаться с глазу на глаз. Ну а на 7 вечера запланировано еще одно пленарное заседание. Мы внимательно следим за развитием событий. Алена. Да, Наталья Юрьева следит за тем, как проходят переговоры по сирийскому регулированию в столице Казахстана.